Российские ветераны получат к 9 мая выплату в 10 тысяч рублей. Точка. Ну правильно, а что вы хотели? Ветераны ведь не Антон Красовский. У меня есть нормальный белый доход в компании Арти, который мне платит 543 тысячи рублей. Согласитесь, забавная ситуация. Пропагандист Russia Today получает ежемесячно 548 тысяч рублей, а ветеран, подвиг которого не оценим, это я сейчас как раз пропагандистов цитирую 10, один раз в год зато мы можем повторить. Кричат ватники на каждом шагу. Не грозим, а говорим. Мы прошли, прошли с тобой полцвета, если надо повторить. Если надо повторить. По этому поводу, кстати, очень хорошо высказался артист Дмитрий Нагеев. Кто ты такой, кусок б***на, что ты хочешь это повторить? Это во-первых. А во-вторых, Соловьев точно ничего повторять не собирается. Кремлевская балаболка, если не дай бог, его начальники развяжут что-то вроде войны, будет отсиживаться в теплом месте и кукарекать оттуда. Помните, оно кричало в эфире «Россия-1» «Мои сыновья пойдут служить?» Ни один из сыновей кукарекалки служить не пошел. Сейчас вот военные сборы для уволенных в запас Владимир Владимирович объявил. Вы Соловьева на тех сборах видели? Вы вообще видели его фотографию в военной форме? А Киселева? А мужа Скобеевой? Мои вот, пожалуйста, я ничего не скрываю. А эти болтушки в состоянии такие фото предъявить? Зато в радиоактивный пепел можем повторить опять же... Это вот эти вот клоуны, что ли, повторить могут мамкины вояки? Начинаем! А теперь что именно мы можем повторить? Итак, Росстат, смертность в России по итогам первого квартала 2021 года выросла на 26%. С января по март в Великой и Могучей умерли 584 тысячи человек для сравнения. Год назад в этом же временном отрезке наша страна потеряла 480 тысяч соотечественников. Плюс 100 тысяч, друзья, вот это поворот. Данный показатель почти вдвое больше, чем в США. Вот только в США и народу проживает. 350 миллионов, а у нас 146. Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Причиной высокой смертности стали сердечно-сосудистые заболевания. Ух ты! А мы тут с ковидом боремся второй год к ряду. Вакцины изобретаем. Миллиарды на те вакцины тратим. В то время как люди от сердечно-сосудистых заболеваний мрут. Стабильность, блин. Значит, острая тема и на... Зато пропагандисты радуют, им все никак Америка покоя не дает. Кремлевская МК на медне разразилась очередной статьей о крахе экономики проклятого Пиндостана. Надо же. Вот мне 40 лет, все 40 лет я слышу одни и те же сказки. Скоро всей вашей Америки кирдык. Вот только кирдык тот никак не наступит. Мы, правда, один кризис за другим переживаем. Но вот в моей жизни было, давайте перечислю, распад СССР. Кризис 98-го года, это когда рубль обесценился по самое не могу. За одну ночь буквально был рублем, стал фантиком стоимостью в 0,00 и там сколько-то тысячных центов. Ага. Затем случился кризис 2008-го. В Северной Америке банк Лемон Бразерс обрушился, но шарахнуло почему-то опять по Воронежу и по мне. В 2014-м Крым наш принес очередные экономические беды. Доллар, который должен был вот-вот упасть по пропагандистам, подорожал в два раза. С 35 до 50 рублей. Сегодня он стоит уже 75. А клоуны нам продолжают рассказывать. Скоро обвалится американская валюта. Не устали еще. Не надоело врать, повторюсь, я 40 лет эти сказки слушаю. Моисей за это время задолбался, шарашится по пустыне. Сколько можно? От американской валюты они собрались опять отказываться. Заканчивали бы уже нюхать всякую дрянь-то. Это реальная журналистика. Поехали. Кстати, по поводу отказа от доллара. Уверен, нормальные люди понимают, что это невозможно на данном этапе. Для нормальных попробую объяснить. Итак, что такое доллар? Дурачок думает, что это просто зеленая бумажка, которую выбросил и нет больше доллара. Сейчас. Первое. Мы сырьевая страна. Экономика наша напрямую зависит от продажи нефти и газа. Одну нет у нас научных разработок, электроники и автопрома. Мы углеводороды продаем, с чего и кормимся. Так вот, контракты на эти углеводороды долларовые, причем фьючерсные, то есть предоплатные. Мы сперва берем за эту нефть деньги, потом только ее отгружаем. Отказаться от доллара сейчас значит вернуть покупателям миллиарды, даже триллионы. Они у нас есть? Нам нужно внести существенные коррективы в... 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 Значит... Второй момент. Золото-валютные резервы, что лежат в центробанке. Это ведь только на словах звучит красиво. Золотой запас России. И ты сразу представляешь себе слитки с золотом, лежащие где-то там в закромах. В реале в золоте хранятся далеко не все активы. Четверть активов ЦБ хранит в ценных бумагах американских. Кстати, еще столько же в тех самых ненавистных нам долларах. Почему? Ну, есть две причины. Первая, чтобы не складывать все яйца в одну корзину. Вторая, доэлементарная рациональность. Ну, вот представьте, бюджету вдруг понадобилась незапланированная сумма денег. Авария, скажем, на Саяно-Шушинской ГЭС случилась. Ах, да. Вы же не понимаете, что такое бюджет. Думаете, что это сундук, в котором бабки лежат? Нет. Бюджет это просто цифры в компьютере. Расчет по налоговым отчислениям, которые поступят в тот бюджет неизвестно когда. Может завтра, а может в августе. А деньги-то нужны сегодня. Так вот, как это работает? Минфин выписывает бумажку и отправляет кассира в ЦБ. Банк дает им эти деньги в счет будущих налоговых поступлений. Но у банка все расписано. Запланирован триллион. У них триллионы лежат. Для Минфина не бывает такого, что лежит два. Если же внезапно понадобилось больше, банку необходимо нужную сумму обналичить. А как? Золото и ценные бумаги быстро не продашь. Другое дело наличность. Выброси ее на рынок и уже завтра получишь необходимые рубли. Дорогие друзья, доброе утро. Сегодня я попробую рассказать вам о том, как знания экономики могут быть полезны для вашей личной финансовой стратегии. За какими цифрами и новостями стоит следить. То есть понимаете, какая это махина? Понимаете, насколько там все непросто? Поэтому, когда вам в следующий раз начнут говорить, ой, мы с легкостью откажемся от доллара, плюньте к тому, кто это скажет в лицо. Отказаться от американской валюты в сегодняшней ситуации равно убить экономику страны. Такое может предложить только враг или идиот. Ну и под занавес о рывках и прорывах, как без этого, самая большая атомная подводная лодка в мире Дмитрий Донской будет выведена из эксплуатации и утилизирована. Это последняя находящаяся в составе ВМФ России субмарина класса «Акула». Построена в 70-х, спущена на воду в 80-х. Прослужит еще 3-4 года до полной выработки топлива в реакторе и все, на свалку. После можно будет поставить кресты на мощи отечественного флота. Так, флотик будет. Два года назад, напомню, после пожара. Фактически списали тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Официально корабль на ремонте находится. По инсайдерской информации он уже не вернется в строй. Вопрос. Кто все эти гадости делает? Байден? Меркель? Зеленский? Кто? Экономику развалили. Сейчас вот вооружение херим. Что дальше? Ракеты у нас нарисованные. Ветераны на парадах победы чаще ряженые. Кругом враги, говорите. А я вот считаю, что не кругом, а внутри. Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Это здорово. Поможет продвижению видео. В соцсетях тоже жду. Благодарю сеть кафе Фаина Раневская за предоставленное для съемок помещение. Кафе советского быта. Вкусно, уютно, с изюминкой. Друзья, добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за сим, спешу откланяться. Пока. Пока.